Шалом, дорогие друзья! Шана Тава Умитука 1-го Тишрея Аутеребе говорит в тайне о том, что существует простая, известная каждому истина. Есть принципиальная разница между способностью к постижению Божественного, дарованной мудрецами Кабалы, такими как Раби Шиман Барьяхай и Раби Ицхак Лурия, благословенная их память, и способностью к постижению Божественного, дарованного пророком. Об этом, собственно, и пойдет речь в сегодняшнем послании. Говорит Адмур Азакен, постижение пророков определяется как постижение сути Божественного, а постижение мудрецов как знание бытия, то есть знание о существовании какого-либо объекта или процесса. Мудрецы Кабалы постигают свойства создателя разумом во время интеллектуального озарения, а Маширабейну и другие пророки в процессе прямого контакта со Всевышним, когда они, как говорит Танах, непосредственно созерцают его. Полное постижение внутренней сути объекта сравнимо непосредственным его лицезрением во всех возможных ракурсах, в то время как умственный анализ фиксирует только наличие этого объекта со всеми его характеристиками. Но тем не менее у мудреца есть преимущество перед пророком, тем, кто воспринимает Бога и божественные аспекты пророческим видением. Интеллект мудрецов позволяет им проникнуть в структуру таких божественных субстанций, которые гораздо ближе к скрытой сущности Творца, нежели те, которые дано созерцать пророкам. Но даже такое понимание Творца является, как говорит Рабец Макцеда, каплей в море, так как любые мозги человека, на каком бы уровне он ни находился, ограничены, а Творец Макцеда бесконечен. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч. Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.